Доброе утро! Время 5.30, мы проснулись и наш путь начинается сегодня. Вот, сейчас мы будем немножечко что-то завтракать, дособирываем последние сборы и будем выезжать скоро, дети спят, наверное, мы их может сонными и перенесем в машину, посмотрим. Вот, ну все, в общем, собираемся. Доброе утро, страна. Время у нас 6, ой, как трясет, 37. И мы начинаем наш путь. Погода хорошая. В Америку, да, детки наши тут, мы их, которые сонные, но проснулись быстро. Где там Габи, я ее не вижу. Может быть, еще сейчас поспят. Наш папа. Главный капитан корабля. Да, просто. Да. Все, уже можно мое окно закрыть. Все, у нас получается, до первой остановки мы едем через Сарнию, как в прошлом году, через бордер Сарния. Нам Дусарния от нашего дома. Итак, внимание, 296 километров. Мы будем еще останавливаться, заправляться? Да, я думаю, мы остановимся еще заправиться. А где мы будем? Примерная остановка в Лондоне? Я думаю, в Лондоне мы остановимся. Да, Лондон, это, кстати, город такой есть в Антарио. Лондон называется. Вот, поэтому в Лондон мы заедем, там будет прикостка-заправка, и там, скорее всего, мы и купим, может, даже пиццу и покушаем. Да, там мы купим пиццу и покушаем. А может и нет. Ну, саранчика, я думаю, да. Мы будем попробовать Лондон пиццу, как в Орел и Решка. Как в Орел и Решка, да. Если вы знаете этот канал, пожалуйста, оставьте в комментариях. Молодец, Доша. Все, так что нам доброго пути. Мы едем, выезжаем. Будем вас держать в курсе дела по дороге, как обычно. А и так, время у нас 8 часов. Дети спят. И мы подъезжаем к Лондону. Я решила снять, потому что большой-большой вдруг посреди дороги туман. Такой, причем густой. Если вы видите, то вообще ничего не видно. То есть достаточно густой. Ну, на 100 метров только видно, да, где-то? Да, но в этом просто не видно. На 100 метров ты видишь, все, а потом ничего не видно. Белое молоко. Причем, чем дальше мы едем, то кажется, что тем дальше ничего не видно. Кажется, что сейчас въедешь и вообще ничего не увидишь больше. Такой туманище стоит, кошмарный. Вообще даже страшно ехать. Просто страшно. Едешь в тумане. Вот даже деревья возле дорог, их уже не так хорошо видно. А почему, интересно, здесь такая влажность? Отчего бывает туман же? От влаги? Да, как озеро Бужуное песко. Может озеро, да. В общем, очень-очень сильный туман. Пока что мы едем, детки спят. Мы беседуем, пьем кафе. Вот. И вот решили вам показать этот туман. У нас сейчас была первая заправка. Еще на территории Канады. Антарио, город Лондон. На сумму 30... То есть, что... Не, литр. 31 литр мы заправили. На 28 долларов 13 центов. Вот так вот. Время 9.16. И мы продолжаем наш путь на канадскую... Американскую границу. Так, у нас веселая остановка. Вот Костя, вот Идошка. Вот Габи рисует. А вот наш завтрак в Макдональдсе. Значит, и нам это стоило для интереса по деньгам. 16 долларов. 4 завтрака, но не полноценные. Только лишь были взяты и бутерброды из Мила из целого. И только панкики для детей. И вот для них здесь Майпл Силов. И вот в таких упаковочках красивых панкики. Пожалуйста. Пожалуйста. Сейчас будем кушать. Приятного аппетита деткам. А маме с папой бутербродики. Папа взял у нас бейгл. Такой вкусный бейгл. На завтрак. Идошка хочет. Если он не хочет, если он идет в Макдональдсе, то только этот Макдональдс у него есть такой панкики. Хорошо. Рио. Хорошо, сынок. Садись. А мама взяла себе булочку с колбаской. Ты уже разлила, Габи? Вау. Она сама открыла себе. Мама взяла вот такой Макдональдс с буквой М красивой. Сосиска, короче, жареная с яйцом и с сыром. Вот такой бутерброд. Габи, Габи, стоп. Итак, мы заезжаем на бордер. Сейчас поднимаемся на мост, который ведет в Америку. Называется этот переход, напоминаю вам, Сарния. Граница Сарния. Мост называется Blue Water Bridge. Вот мы можем увидеть, наблюдать. Видно, где для автобусов, где для больших траков, где для машин дорога. Вот такая вот погода. И вот машина. Не, ну не так страшно. Не так страшно. Вот можно видеть. Вот тот мост, по которому мы будем ехать. Из Америки в Канаду. Это за него надо платить, Костя? Это платный мост. Мы сейчас узнаем, сколько мы будем платить. Три, четыре, пять долларов, мне кажется. Ну так, где-то три, четыре, пять долларов. Что-то такое. Вот. И машин, в принципе, не очень много. Нормально. Слушай, я понял, был ли все ряды забитый об этом голове тоже. Да, да. Ой, что я показываю? Непонятно что. Вот. Так выглядит граница. А, water. Не могу понять. Ну все, пожелаем нам удачи. Итак, мы выехали на мост, потому что мы забыли, что вначале мы платим за мост, а уже после моста непосредственно находится граница. Вот такой красивый высокий мост. Правда, сейчас ничего с него не будет вам видно, потому что вот, я неправильно сделала. Вот такой высоченный мост большой на Сарнии, этот Blue Bridge. В общем, мы сейчас заплатили 3,50 американских долларов за то, чтобы переехать этот мост, пересечь. И сейчас уже будет граница. Машин, в принципе, пока неизвестно много или мало. Пока вот мы едем еще, будет видно, насколько длинная очередь. Вот строительство тут идут, строители сидят, работнички работают. Там внизу город лежит. Классно, красиво. Да, ну, очередь приличная тут, я вижу. Ну, это вначале грузовики, сейчас посмотрим. Ну, грузовики, за ними вон две легковые стоят машины. О, боже, неужели это все в одну линию? А тракс он ли? А зачем эти легковые там? Ну что, господа присяжные заседатели? Поздравляю нас с прохождением границы за 5 секунд. Показаны бы, во-первых, машин вообще не было. Было перед нами две машины на границе. Во-вторых, показали паспорта, нас спросили, какое у вас гражданство, где вы живете, куда едете, на сколько, на какой срок. Есть ли у нас фрукты или овощи с собой, алкоголь, да? Да. И сколько денег мы с собой везем. Все. Это вопросы. Мы ответили на эти вопросы и... Welcome to USA! Right now we're in USA. Right now мы уже в USA, да? Потому что это Америка. Good, we're so close. We're so close. 17 километров осталось всего. Вот так, без всяких там историй. У нас же нечего было везти. У нас нечего было везти, да, на самом деле. Мы просто в этот раз все доели до границы. И так делали, чтобы не было никаких запасов, как в прошлый раз. В прошлый раз была скидка на картошку, я купила картошки и так далее, и так далее. И все эти фрукты и овощи. Сейчас мы все это доели до границы. И уже как бы сейчас где-то остановимся и купим, если там будет надобность уже в каком-то Walmart, заедем и уже купим там черри, какие-то яблочки, если захотим. Но я не думаю, что будет надобность, потому что у нас есть только перекусочки. Только лишь остановимся на ланч, и я думаю, что так будем ехать чисто по кафешку, да? Why does their house have to be so far away, when we already use it? Так вот, люди живут далеко. Так что все, мы продолжаем наше скучное путешествие. Вот. И хорошо все-таки ехать не в пятницу, потому что, видимо, в пятницу все-таки было бы больше людей. Потому что, во-первых, пятница, во-вторых, потому что летние каникулы, все стараются куда-то как-то выбраться. Американцы в Канаду, канадцы в Америку. А сейчас обычный рабочий день, четверг, время 11.52, и мы держим свой путь в шампейн. Даже, ребята, нечего вам интересного рассказать. Мы сейчас, конечно, начнем понемножечку отвечать на вопросы, на ваши. Делать вот этот марафон ответов на вопросы, которые я вам обещала. Некоторые вопросы будут даже... Костя на них будет отвечать. Костя, ты такой вот сейчас, видно, как ты сутуло сидишь. Вот. Сейчас будем, в общем, отвечать потихонечку на вопросы. У нас 688 километров до Destination нашего. Погода жаркая. Хорошо, что мы в машине с кондиционером. Это радует. И вообще просто хорошая погода, потому что все-таки сегодня действительно такой, как Костя сказал, off-pick. Нету все на рабочий день обычный. Нету праздника и обеденное время. Все на работах. Поэтому, в общем, короче, мы едем довольные. И сейчас что-то тут приостановилось. Может, какая-то авария впереди, потому что все очень медленно едет. Да, Идуша, как ты себя чувствуешь? Он не очень себя хорошо чувствовал. У него такая была отрыжка тухлыми яйцами. И мы ему пошли купили содовую воду. Сейчас ему, может быть, будет лучше. А Габи там сидит, наминает батончик. Или уже бумажку от батончика. Уж не знаю, что там осталось. Вся взъерошенная. Она вся в сиропе. Мэйпл-сироп, который вылила на себя в Макдональдсе. Такая смешная. Надо будет ее уже на следующий, когда у нас будет большая остановка на ланч. Надо будет ее переодеть. А то она вся и пахнет сиропом. И липкая в сиропе. Я еще хотела проверить и убедиться, что вода, которую мы взяли, эту содовую, что она действительно содовая. Я прочитала, что там карбонат, что-то, все. То есть, понятно, что это содовая вода. Я ее так стрясла. Ну, вроде, говорю, там да. Вроде есть эти булочки плавают. Я в магазине такая открываю еду, потому что он плохо себя чувствовал. Говорит, мама, уже можно сейчас. Я ему открываю. Вон такой взрыв из бутылки. Блин, я вся мокрая. Стою. Быстро давай назад ее закрывать. Ой, ну это, конечно, да. Так что я была вся в воде. Но это вода такая без вкусов. Обычная, содовая. Она пустая, поэтому вот она высохла. Все, кофта сухая. Все. Все, так что пока что мы едем. До связи. Так, ну, въехать в Америку, как мы едем, и не попасть под какой-либо дождь. Это было бы смешно. Но каждый раз мы едем, каждый раз дождь. Но сейчас такой человеческий, вообще не очень сильный. То бывает такое, что идет вообще ничего не видно, такой дождь идет. Ничего не видно на два метра вперед. Значит, мы въехали, еще раз повторюсь, мы въехали в Америку, пересекли границу со штатом Мичиган. И Мичиган уже переходит в... С него мы въедем в Иллиной. Да, мы все въедем в Иллиной. Из него мы въедем в Иллиной. И... Еще раз. Все. Да, то есть мы пересекаем только два штата. Ну, в смысле, вот один... Ну, как бы один-два, да, как считать. Когда, например, мы ехали из Монреаля, мы пересекали там порядка шести. Да, порядка пяти-шести штатов пересекали. Вот. Так что те, кто путешествует из Монреаля, например, в Чикаго, это более интересно, разнообразно. Ну, так скажем, вначале там... В основном везде вид один и тот же. Штат от штата не отличается. Везде поля, поля, кукурузные поля. На каких-то более возвышенных, там, где более возвышенность больше. То есть там, где Вермонт, например. В Вермонте будет у вас и немножечко в Нью-Йорке. Будут виноградники. И там, потому что такая горная местность высокая. Там будут виноградники. Все, в общем, лупит сейчас дождь сильно. Но еще не такой сильный. Сейчас вот мы пройдем эти облака. И дождь будет позади. Вот сейчас вот большой такой пошел дождинка. Ну, это у нас всегда, всегда такой. Тяжело ехать, когда такой дождь. Быстро нельзя, но мы 80 держим. А вот такой вот дождик в штате Мичиган. Время 2 часа. Мы еще не останавливались на обед. Хотим по максимуму проехать как можно больше. Погодите спят. Пока они в безсознательном состоянии. В общем, нам по большому расчету там ехать 500 километров. Времени не видно, но сейчас почти 6 часов. Мы останавливались в Костке. Купили виноград, курочку, черри и упаковку булочек. Все это нам обошлось в 23 доллара. Плюс мы... Так, что я вам показываю? Плюс мы заправились на 50 долларов. Костка еще заправили до полного бака. И сейчас мы приехали в Макдональдс. Для того, чтобы выпить кофе. И деткам мороженое немножко освежиться. Все такое. Нам осталось, в принципе, меньше 300 километров. И мы на месте. Да, и дочка Мазинка. Как ты себя чувствуешь? Расскажи. А как тебе нравится наше путешествие? Да, да. А что тебе нравится? Я люблю съесть, беру бейки. Слезать, смотреть фильмы. Как Лиан Кейнг. Мы уже смотрели Немо на русском, но я смотрела Лиан Кейнг. Ему нравится смотреть мультики. Я ему компьютер сзади включила. Мы сначала думали каждому iPad там как-то установить. Но в конце мы просто взяла свой компьютер между двумя сиденьями поставила. И они смотрели мультик. И спали долго. И также дали мне айс-крем с кулемом. Хорошо. Все, мы пошли в Макдональдс. Ау, папа! Итак, кукуруза. Пожалуйста. Мы сейчас едем просто по проселочной дороге, потому что мы свернули, так сказать, за удобством. Вот, я сейчас вижу, как кукуруза растет. Ммм, боже мой, с одного опыта 10 кукурузин. Это правда. А я не знаю, это просто по-другому. Кукуруза такая дорогая. В Канаде вообще почти нету кукурузы в этом году у нас и в прошлом. В общем, короче, мы просто, походу, это там, и оно где-то вылезет от дороги. Вот там, по-моему, дорога. А, здесь ничего не понимаю. Короче, мы в каком-то деревне... Мы заехали в туалет, потом просто развернулись. И он нас повел по этой деревне. И получается, что мы сейчас едем по какой-то дороге вообще. Просто реально сельская дорога. То есть просто, как всегда, вдруг. Хотя мы до этого ехали по хайуэю. И он что-то пересчитал. Он сейчас вроде нас выводит на хайуэй через вот эту деревню. Но как можно через эту деревню выехать на хайуэй, мы пока не знаем. Реально едем среди кукурузы. Реально едем среди кукурузы. Реально едем среди кукурузы. Реально едем среди кукурузы. Субтитры создавал DimaTorzok